Мать прибегает к Равину, пожалуйста, спасите моего сына. Он стал носить кипу, ест только кошерную пищу и отказывается работать в субботу. Равин говорит женщине, я рад вам помочь, но, пожалуйста, поймите, я тоже ношу кипу, я тоже ем только кошерную пищу, я тоже не работаю в субботу. Мать говорит Равину, я понимаю, но вам за это платят зарплату, а он в это действительно верит. Мы знаем, что ханука длится 8 дней, потому что кувшина с маслом, который должен был гореть 1 день, хватило на 8. Но возникает вопрос, чудо на самом деле происходило только в течение последних 7 дней. Если минора горела в первый день, это чудом не было, масла должно было хватить на первый день. Почему мы празднуем первый день хануки? Некоторые мудрецы отвечают, что празднование первого дня связано не с горением масла, а с тем фактом, что евреи искали чистое масло. Весь храм был осквернен греками. Как вы думаете, каков был реальный шанс найти кувшин с чистым маслом? Чтобы что-то искать, необходимо верить, что оно существует. Чудо первого дня хануки было чудом еврейской веры. Мы все читали мифы Древней Греции и знаем, что в Древней Греции были боги, которые сражались друг с другом, влюблялись и завидовали друг другу. Мы задумываемся, как кто-то мог действительно поверить в этих богов. И на самом деле так и есть. Древние греки в них не очень-то и верили, как мы видим из трудов Аристотеля и других греческих философов. Они на самом деле не воспринимали все это всерьез. Вот почему греки были удивлены, когда столкнулись с евреями. Они ожидали увидеть, что евреи воспринимают юдаизм так же символично, как греки сами верят в своих богов. Но евреи действительно верили в свою религию? Мы с вами были воспитаны, как правило, в обществе, где люди имели какую-то веру. Но, к сожалению, как и в Древней Греции, эта вера чаще всего была чисто символическая. В СССР у людей были идеологии, которых они придерживались, но, как мы хорошо знаем, только на официальном уровне. На Западе мы живем в обществе с, в основном, циничным подходом к религии. Увидев крах стольких идеологий, можем ли мы все еще находить в себе силы искать веру, на которую мы можем полагаться? Находясь среди людей, которые апатичны к их религии, есть ли у нас мужество проявлять нашу приверженность к нашей вере? Мы видим, как в современном мире людей стыдят за любую идеологию, есть ли у нас достаточно силы духа следовать своим убеждениям? Во времена Хануки евреи были окружены эллинистами, которые считали себя слишком умными, чтобы верить в свою религию, и смотрели свысока на всех, кто серьезно относился к своей вере. В Хануку мы отмечаем тот факт, что евреи при всем этом имели силу духа исповедовать свою веру. В Хануку мы отмечаем то, что даже видя апатию и цинизм по отношению к многим идеологиям и религиям, у нас сегодня все еще есть сила духа, чтобы следовать своей вере.